Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. Лето закончилось и начинается новый творческий сезон. Я надеюсь, вы этим летом хорошо отдохнули. Кто-то у себя в саду, а кто-то может быть ездил в теплые края. Например, мы с семьей целый месяц отдыхали в Крыму. Ну а где отдыхали вы, пишите в комментариях, я предлагаю пообщаться там на эту тему. И вернувшись из отпуска, я первым делом решила пополнить свои запасы пряжи, но не просто так, а предварительно продумав все свои проекты на этот сезон. Что я там заказала, мы посмотрим буквально уже сейчас. И заказ я естественно сделала в своем любимом магазине пряжа Настенька. Почему любимом? Да потому что в этом магазине широчайший ассортимент. И если есть какие-то позиции у производителя, то в этом магазине они скорее всего присутствуют обязательно. И совсем скоро я вам расскажу о новинках фабрики Ализе. Не пропустите это видео, потому что там бомбические новинки. Я вам обещаю, они вам понравятся. Как только придет мне посылка с новинками, я сразу же запишу это видео и вы его увидите, поэтому не забывайте подписаться. Ну а теперь давайте начнем распаковку и посмотрим, что мне прислали в этой посылке. А пока я открываю коробку, хочу обратить ваше внимание на то, как аккуратно и заботливо упакована посылка. Первым делом мы видим накладную. По ней можно вспомнить, что было заказано. Например, я долго выбираю. Обычно накидываю полную корзину, потом начинаю выкидывать из нее то, что пока не актуально. И в итоге, после отправки заказа, уже толком не помню, что я там заказала. Так, в первом пакете пряжа Ализе Натурал. Пряжа с интересным составом. Посмотрела я о ней несколько обзоров, после которых я решила ее заказать. Дальше я вижу две упаковки Ализе Лана Катон. Это пряжа из новинок прошлого сезона. Мне присылали на обзор один моточек этой пряжи, вот такого соломенного цвета, в который я буквально влюбилась. А когда пряжа нравится, то на одном цвете невозможно остановиться. Но, как всегда, мой выбор затруднялся тем, что на сайте полный ассортимент и все оттенки этой пряжи невероятно красивые. Пока выбирала, сомневалась, потому что из-за цветопередачи компьютера на фото этот цвет выглядит иначе. А сейчас я его увидела и понимаю, что это то, что мне нужно. Вот и остальные оттенки Ализе Натурал. Задумался у меня теплый осенний карди и при выборе оттенков также были сомнения. Но сейчас вижу, что такое сочетание будет прикольным. Белый брала, чтобы разбавить или отделить что-то при необходимости, но на мой взгляд и без него было бы неплохо. В общем, посмотрим. А как Вы считаете, пишите в комментариях, мне будет интересно почитать, что Вы об этом думаете. Да, да, и снова Пуффи Файн, о ней я уже рассказывала и даже много мастер классов выпустила. Кто еще не в курсе, загляните на наш сайт, ссылка внизу под видео. Там справа есть маленький треугольник, на него нажимаем и описание разворачивается. А вот эти моточки для нового интерьерного проекта. Забегая вперед, скажу, что это будет детская комната. Да, в моих прошлых заказах были однотонные моточки Пуффи Файн, а недавно появилась новинка Пуффи Файн Колор. Несколько сочетающихся оттенков собраны в одном мотке. И эти оттенки повторяют однотонную палитру Пуффи Файн. Поэтому можно включать свою фантазию и придумывать интересные сочетания. Здесь у меня должны быть журналы. Вот такой мини журнал о пряже Пуффи Файн мы уже видели. Здесь идеи для вязания сумок. А вот и новинки, но не буду пока раскрывать интригу, дождитесь обзора новинок. А здесь идеи для кукольных нарядок. Надо же, какую прелесть можно связать из остатков. Платья, брюки, сарафаны, девчушки наши будут в восторге. Вот еще одна новинка Ализе Пуффи Фур. Также пока ничего о ней говорить не буду. Скоро вы все узнаете. А это большой каталог пряжи Ализе, где представлены все оттенки пряжи и варианты изделий из нее. Теперь давайте поближе рассмотрим пряжу. Это пряжа Ализе Natural. Из названия можно догадаться, что состоять она должна из чего-то натурального. Смотрите, так и есть. В составе этой пряжи 60% шерсти и 40% хлопка. На хлопковой ниточке нанизаны довольно длинные волокна шерсти. Вот так выглядит нить. И Вы видите, сколько шерстяных волокон присутствует на ней. Эта пряжа очень похожа на махер. Состоит она из трех хлопковых ниточек, достаточно плотно скрученных между собой. И волокон шерсти, которые добавлены при скручивании пряжи. Шерстяные волокна так просто не вытащить из нити. Но если отрезать небольшой кусочек пряжи, нити легко вытаскиваются и шерсть остается в руках. Чтобы убедиться в натуральности, поджигаем этот пучок. И смотрите, волокна сгорают полностью, появился запах паленых волос. Нет сомнений, шерсть натуральная. И теперь придадим огню нить. И она так же сгорает до тла. Таким образом мы убедились, что пряжа соответствует своему названию. В каждом мотке 100 грамм пряжи и 230 метров. Про состав мы уже все узнали. Для данной пряжи рекомендована ручная стирка, сушка на горизонтальной поверхности. Отбеливание, стирка и сушка в машинке запрещены. Глажка при низких температурах, можно сдавать изделие из этой пряжи в химчистку. Производитель советует использовать спицы от 4 до 6 номера. Крючок 3 или 4. И плотность вязания в образце 10х10 шестым номером спиц 17 петель и 20 рядов. Для Вас я уже связала образец. Начинала я его вязать номером 6, здесь у меня набрано 20 петель и как раз в 10 сантиметрах 17 петель и получается. В высоту я не стала вязать много, у меня провязано 10 рядов. И по высоте тут получается 5 сантиметров. То есть, если провязать 20 рядов, получились бы заявленные 10 сантиметров. Дальше я перешла на спицы номер 5 и затем на четвертый номер. В любом исполнении полотно выглядит хорошо. Петли ровные, ворсинки шерсти распределяются равномерно. Теперь про мои ощущения. Образец мне показался жестким. Я ожидала, что полотно будет более мягким и нежным, но, наверное, это из-за того, что я только что связала шапку из пуха норки и теперь жду, что вся пряжа будет такой же мягкой. Хотя, когда я прикладываю полотно к руке, мне не колется, опять же, это мои ощущения. Если приложить образец к шее, там мне уже не комфортно. Следовательно, я бы не стала использовать эту пряжу для изделий, которые надеваются на голое тело. Для кардигана такая пряжа отлично подойдет. Сейчас я этот образец еще постираю и посмотрим, что изменится после ВТО. Кому приглянулась эта пряжа, записывайте номера. Темно-серый 370, угольно-серый 344, бирюзовый 484, сиреневый 46 и белый 55. Вот такие оттенки выбрала я. И теперь измерим образец после стирки. Высох этот образец очень быстро. И как Вы видите, пряжа садится. Вот у нас 10 см и уменьшился образец примерно на 1 см. Так что имейте в виду, все расчеты делать нужно только после стирки. Если говорить о мягкости, то после стирки мало что изменилось. Петли остались такими же ровными, а ворс немного подсобрался. Уверена, изделия из этой пряжи будут очень теплыми. Идем дальше. Следующая пряжа Ализе Лана Катон. Очень приятная на ощупь пряжа. В ее составе 26% шерсти, 26% хлопка и 48% акрила. В мотке 50 грамм и 160 метров. Рекомендации по уходу за изделиями точно такие же. Ручная стирка, сушка на горизонтальной поверхности, глажка при низких температурах, возможно, химческа. Спицы от 3,5 до 4,5, крючок 3-4 номер. В образце 10х10, связанного спицами 4 номера, должно получиться 21 петля и 35 рядов. Я набрала данное количество петель для образца и взяла спицы номер 4, как раз получается 10 сантиметров. Получившееся полотно мне очень нравится, вы сами видите, как ровно ложится ниточка в петле. Вязание получилось идеальным, как на машинке. Нить имеет ровную структуру, она чем-то похожа на меринос, но мериносовая пряжа слегка пружинит, а эта нить не тянется. Давайте распустим ее и посмотрим, из чего она состоит. Нить разделяется на 4 ниточки, каждая из которых скручена еще из двух тонких нитей. Одна из них натуральная, а вторая акриловая. Благодаря этой многослойности в этой нити между волокнами есть воздушный зазор, поэтому она так похожа на мериносовую пряжу. Вяжется легко и лицевая гладь получается вот такой красивой. Я для Вас связала еще один образец. Вот так выглядит один из японских узоров в этой пряже. Так же хорошо смотрится. Если мы посмотрим на резинку, то я бы не сказала, что резинка хорошо держит форму. Возможно, надо было взять спицы меньшего размера и связать ее потуже. Сейчас я постираю эти образцы и мы посмотрим, что произойдет с ними, садится эта пряжа или нет. Да, чуть не забыла сказать номера оттенков. Молочно-бежевый – это номер 67, а водяная зелень – номер 15. Итак, образцы постираны, высохли они также достаточно быстро. И я бы сказала, что после стирки с ними ничего не произошло. По размерам этот вариант остался точно таким же. Внешне выглядят оба образца точно так же, как и до стирки. Это очень радует, значит изделия из этой пряжи будут хорошо носиться и долго радовать своих хозяев. И осталась пряжа Alize Puffy Fine. Про нее мы уже столько говорили, что повторяться не очень хочется. Если Вы еще не знакомы с этой замечательной пряжей, под видео я оставлю ссылку на плейлист, где Вы увидите и обзоры, и мастер-классы. Также на моем сайте Вы найдете схемы для пледов, мастер-класс по вязанию детского кардигана и пледа с рукавами. А вот эту подборку цветов я заказала для уютного дополнения в интерьер детской комнаты. Что у меня получится Вы увидите из очередного видео, в котором будет и мастер-класс, и обзор самой комнаты. А сейчас мне остается только назвать номера оттенков. Вот этот цвет называется Пустынный – 415, это молочно-коричневый – 329, пастельно-зеленый – 516, хаки – 03, а вот этот моток из линейки Puffy Fine Color и это номер 6039. Это все, что я хотела сегодня Вам рассказать. Заказывайте пряжу в проверенных магазинах и вяжите с удовольствием. И не забывайте проявлять активность, поставить лайк, поделиться видео, сохранить себе в плейлист и обязательно пишите свои отзывы в комментариях. Это нужно для того, чтобы Ютуб не забывал напомнить Вам о новых видео. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия, пока-пока.